Он зашел в отделение Укрпочты, только не смотрите на меня, смотрите, кто-то доказалит. По первоначальным данным, вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах, профессиональные переговорщики, службы безопасности, национальной полиции, профессиональный психолог. Пригласили его отца, пригласили его друга детства, постоянно находились в контакте. Сложно было определить, поскольку требования непонятные были все время, и в этом была сложность. Самое главное, мы не понимали, насколько серьезная угроза, связанная со взрывом, поскольку визуально наблюдали, внешне было видно, что на нем что-то находится. Понятно, что видимость ограниченная была. В связи с этим, силовой вариант не применялся, хотя все специализированные подразделения были готовы. То есть не сталося сам человеком? Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого убеждения. Как это сталося? Как она смогла отчинить дверь? Действительно, вона была суточкой с самым человеком. Ее допросят, подробности мы узнаем чуть позже. Мы можем сейчас по факту сказать, что дверь была открыта одной из заложниц изнутри. После этого профессионально сработало спецподразделение. В каком состоянии заложники? Все здоровые. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений. Понятно, что с психологическими травмами. Продолжение следует...